Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Сегодня мы продолжаем тему, которую начали обсуждать неделю назад. Лидерство – это процесс доминирования, подчинения одних людей другим с целью достижения общегруппового результата. Все решения лидер принимает в одиночку. Протестировать, сказать, что все, вот это лидер, нельзя, потому что все зависит от его поведения, от того, как он умеет регулировать процессы в группе и как он чувствует группу. Испытанием очень серьезным для лидера является звездная болезнь, так называемая. Недопустимо. Вот она убивает лидера, конечно. Лидер должен быть включен в конфликт или быть вне конфликта. И то, и другое. Задатки лидера должны все же быть. Проявляются они довольно рано. За лидером надо наблюдать и лидерство развивать. Кто такие лидеры? Какими качествами они обладают? И в чем особенность психологии этих людей? В гостях с нами психолог Елена Яшина. Елена Закировна, здравствуйте. Здравствуйте, Фалия. В прошлой нашей программе мы достаточно подробно проговорили качества, которыми обладает лидер. Но, мне кажется, не затронули одно очень важное существенное качество. Или, может быть, это не качество, а что-то такое, не знаю, врожденное свойство, что ли. Харизма. Лидер – это всегда харизматичный персонаж. Конечно же, нет. Здесь хотелось бы внести тоже ясность, потому что часто путают теорию черты харизматическую, причем даже в каких-то справочных материалах. В большом счете, это противоположные вещи, потому что харизма переводится как благодать. Мы понимаем, чья, божья. А это, значит, талант, все-таки изначально какая-то заложенная история. Макс Вебер тот же, он определил харизму как возможность влияния неформального, то есть независимо от должности. То есть вы можете влиять на людей, определяется она точно так же. Харизматичным все же принято называть человека, который имеет большое влияние или талант на неформальный талант, влияние на группу. Чем больше групп, тем, соответственно, в большей степени мы видим вот эту харизму. Поэтому, конечно, сейчас вроде бы принято говорить о каждом обаятельном человеке харизматичном, но все же под большой харизмой лидера мы понимаем все-таки талант человека выходить к толпе и общаться с ней. То есть вроде все очень просто, но как же сложно. Причем даже язык харизматика, он очень сильно отличается от языка других лидеров, потому что лидерам харизматичным кажется, что это просто. Просто вышел к толпе и разговаривай. В этом они талантливы, в этом они проявляются. И более того, они отличаются от других как раз вот этой целостностью и как раз неким, что ли, презрением к чертам, что ли. Ну, то есть там как раз мы видим у харизматических лидеров больше всего несовпадений по чертам. Ну, то есть если смотреть, например, на принципы подхода концепции черт, то вроде бы лидер должен быть обязательно своим, он должен быть похож на всех и так далее. Но по харизматикам мы видим совершенно не всегда такую картину. Ну, например, кстати, вот прямо в качестве примера. То есть там даже вдруг человек проявляется, и это выглядит почти как чудо. Ну, например, Владимир Ильич Ульянов, да, казалось бы, вот чуткий такой харизматический лидер, причем вот даже некоторые вещи, к которым когда-то мы там привыкли, я еще советский человек. И там, например, была такая формулировка «Ульянов, Ленин, вождь мирового пролетариата». Вот сейчас это звучит даже абсурдно, вот если на него посмотреть, дворянин, да, там с непонятными чертами, то есть как бы вроде бы на русскую толпу, даже представить себе нельзя вот этот вот выход. Сам-то уже далеко не пролетарий. Умный человек, кстати, с высоким уровнем интеллекта, но умеющий так общаться с массами, что это просто невероятно эффективно. Вот так. То есть послушайте, кстати, в музее революции в Самарском есть там речи разных людей, ну и вообще в интернете можно найти. И вы услышите, что это совершенно четкое умение мотивировать толпу и ее приглашать к действию. Хотя там очень много пламенных там революционеров и прочее. Дальше, следующий момент. История Иисуса Христа. Если отбросить божественное начало, я как человек верующий не могу этого сделать до конца, но все равно, как аналитика все-таки смотрю, то это тоже невероятная история. Невероятная история человека, который объединил вокруг себя людей, мотивировал, кстати, создание самой могущественной в мире религии. Два с половиной миллиарда христиан в мире. То есть 33 процента. Представляете? Сейчас. То есть это просто невероятно. Или, например, Жанна Д'Арк. Крестьянская девушка, которая во времена, когда крестьян не считали людьми вообще, в принципе, ну так некое подобие живут. То есть вдруг ведет с собой войска, причем общается с людьми. То есть общается с теми же там блестящими генералами, там французским, тем жилем Д'Эре и так далее. То есть человек, который мудро отвечает на суде. То есть, и, кстати, некоторые вещи, они до сих пор нами до конца не осмыслены. Например, когда тогда в те времена, например, обвиняли короля Карла в том, что он не способствовал тому, чтобы выручить Жанну Д'Арк, и не обратил внимания на этот факт и позволил ее сжечь. Я думаю, что просто король просто не считал это важным, потому что это была просто крестьянская девушка. То есть и в этом смысле он просто не видел, он постоянно не соприкасался с ней, как ни странно. И вот когда думаешь вот про эти вещи, понимаешь, что, конечно, блестящие вот эти восхождения харизматиков, а это другим не назовешь, конечно, они необычайно прекрасны. То есть и они похожи на чудо. И там, конечно, есть такое, знаете, нарушение правил. То есть это прям талант, дар, если мы говорим о больших людях. Ну, я думаю, знаете, задатки, да, проявляются люди все равно только очень... При тем, что человек попадает в определенные обстоятельства или он как бы занимается чем-то. Как мне понравилось, одна мама сказала, какая бы ни была генетика, если человек, я читать тебя не научу, то тогда ты уже никем не станешь. Это, кстати, правильный момент. Но действительно, блеск проявления невероятен. Например, даже там мы помним из таких вот ярких тоже харизматиков, там президента Венесуэлла, Дауга Чавеса. То есть когда там, вопреки всему, человек выходит на трибунусов без ООН и говорит такие вещи, над которыми первыми смеются, например, там журналисты американские, хотя он говорит следующий текст. Что-то запахло серой. Здесь был американский президент. То есть просто, вы представляете, в зале смеются там американские журналисты. А это ведь опасные люди, Елена Закировна. Они ведь своим этим талантом могут вложить в голову все, что угодно. Да, к сожалению, ну не все, что угодно, но такие вещи бывали, да. Там мы помним очарование Гитлером, да, Германии и так далее. То есть да, это харизматические вожди. Но там есть еще один момент. Высота их влияния, она связана с тем, что человек встает на уровень национальной идеи. Все равно, ну то есть все-таки уровень ценности его должен быть высоким. И это первое, что воспитывается, кстати. Потому что если человек харизматического толка, например, таланта, он остается на уровне низменным, то, конечно, он не станет, кстати, владеть, скорее всего, душами и останется на уровне развлечений. Такое бывает. У него может быть талант артиста, там проснуться и так далее. Но, то есть все же у нас вот это фильтруется, да, ценностным уровнем. Если все-таки это прямо национальный лидер, то, конечно, это очень, я бы не сказала опасно, но это сильно, так скажу. И здесь нужно понимать, что вот это очарование, конечно, о нем стоит думать. Но там талант есть, понимаете. И потом харизма, она целостно неделима, кстати, в отличие от черт. То есть там как раз вот есть вот это вот синтез сего. У нее биологическое влияние. Даже, например, есть такое, что харизматики влияют на лица противоположного пола. Ну, например, могу, там, внешность Ульянова помните? Например, Энесса Арман, блестящий красавец, из которой стрелялись большевики, говорила, когда он на меня не смотрит, я умираю. Ну, то есть просто вот она как женщина так говорила. Или, например, там, мы знаем, что там Жан Дарк тоже была там объектом восхищения и так далее. Там Екатерина Вторая тоже харизматичная женщина. Ну и так далее. То есть много вот таких вот фигур интересных. Но у них всегда была, вы знаете, для такой вот большой проявленности, все-таки это высокая ценностная планка. Ну, например, там та же Екатерина Вторая очень любила Россию реально. И там действительно какие-то шаги, ну, например, по своей наивности поначалу. То есть она там собирала людей, хотела создать свод законов, чтобы люди его сами там создали определенных сословий. Не удалось, правда, ей это, но все равно. То есть какие-то вот шаги, вот эти харизматики, они всегда очень интересны. У них есть такое вот чувство потенциала, что ли, нации, то есть и возложение на него определенных надежд. А вот уж дальше все зависит от того, как это реализуется. Потому что они просто люди. Вот эта опасность есть. То есть у него вот этот вот запас такого лидерства есть, но дальше уже просто все зависит от того, насколько это жизнеспособно. Это правда. Ну и еще, конечно, тоже не могу не сказать. Есть харизматики и другого рода. То есть они, например, рождают секты. И мы тоже видим, что вот многих из них, там уже этих людей, как бы их арестовали, действительно, они могут вести же разную деятельность. То есть создавать секты имени себя. У них тоже есть увлечение вот этим своим гуравством, да, то есть когда мода на гуру, она есть определенная. И, конечно, такие люди там тоже есть. А можно сказать, что лидер – это манипулятор? Ведь вести за собой коллектив – это значит, что надо вести и управлять каждого из этого? Вот, знаете, и так, и не так. Дело в том, что, если понимать под манипуляцией, знаете, такое примитивное, такое вот технологичное влияние, конечно, нет. Потому что там в этом есть жизнь все-таки. Ну, то есть жизнь и вера. То есть вы все равно все-таки идете за человеком, который сам верит в это, в принципе. Другой вопрос, что у внедрения определенных вещей есть технологии, конечно же. И, например, то, о чем там писал Николай Макиавелли, он писал об этом как о манипуляции, но, на мой взгляд, он во многом там описывает удобные для людей вещи, удобные для людей влияния. Ну, например, когда у лидера есть выбор между, ну, например, там, того, чтобы нанести вред там пяти тысячам, чтобы спасти там миллионы. Есть такой выбор? Есть. Манипуляции это назовешь? Ну, наверное, нет, потому что это политический выбор. Или, например, когда он говорит о том, что лидер сначала, если уж вы там с группой работаете, то сначала лучше быть плохим, а потом хорошим. То есть вроде манипуляция, с другой стороны, это удобство для группы, это ее мотивация. Я вот даже сейчас уверена, сейчас меня лидеры слушают, они говорят, какая же это манипуляция. Это естественная мотивация и управление человеком, группой. Да, то есть фактически лидер понимает, что комфортно группе, каковы последствия, и, конечно, он управляет с умом. То есть это не просто лозунги. Это, знаете, вот есть такое антилидерство, ну, не то, что антилидерство, но вот когда мы говорили, кстати, не успели рассмотреть в прошлой передаче, кто лидером не может быть. Конечно же, лидером не может быть человек наивный, и человек, который вырывает сердце из груди, не задумываясь о том, что его затопчет. То есть вот эффект Данка недопустим для лидера. И об этом, кстати, снимаются фильмы, пишутся книги. То есть в данном случае это правило. Если ты бежишь впереди толпы, вырываешь из груди сердца и светишь им, то тебя затопчет. Это закон толпы. И в данном случае это не символ неблагодарности человечества. Ну, хотя, может, и такой символ, но он закономерный. И лидер это понимает. Вот лидер, кстати, он понимает, что толпа затопчет, поэтому он все же либо отходит от толпы, либо ее возглавляет и движется на чем-то быстрее. Вот. И это, опять же, описано везде. То есть все-таки у лидера своя задача – это сохранить себе жизнь и управлять. Как научиться быть лидером? Хороший вопрос. Отвечет тоже просто. Научиться в прямом смысле, там, в учебном режиме, им быть нельзя. Лидер учит жизнь. Тренинги, программы разные, они лидера как бы затачивают и проявляют. То есть это работает, да? Это работает. Безусловно, конечно, работает. То есть там вы идете на программу, например, там, ну, там, по психологии лидерства, например, или на какую-то другую, там, какую-то, я не знаю, в любой точке земного шара, там, в Гарвард вы едете, там, или на программу МБИ, там, куда-то простую. То есть вы все равно в этот момент, конечно же, проявляете лидерскую историю. Ну, а что надо понимать? Все лидерские программы хорошие. Они построены не на том, что у вас там все время говорят и давят, там, давай, проявляя там лидерство, а они дают вам нестандартные возможности проявиться. И вот там, где вы можете это делать, это здорово. Но чаще всего, лучше всего учит человека собственный проект. Вот, например, тот же бизнесмен, который выстраивает собственный бизнес, он не может по-другому. То есть у него там либо проявится лидерство, либо нет. Бывает так, что и нет, кстати. То есть у меня есть масса таких знакомых, которые говорят, я не умею управлять этим, но я вижу лидера. Я понимаю, как себе топа подобрать. То есть, а я понимаю, как бизнес-проект выстроить. Такое тоже есть. И этот человек умен в этом смысле, в этом процессе. Но вот прям научить, конечно же, нет. Более того, знаете, вот есть такие лидерские вот эти программы, известные тренинги, да, на эту тему. Там прям четко это прослеживается. Попадает туда много людей, воронка большая. Но кого-то она убивает, то есть кто-то обескровленным оттуда уходит, потом ходит к психотерапевтам, потому что, ну да, такое есть, это же все равно такая бизнес-секта в некотором смысле. Но как ни странно, вот лидеры, они становятся сильнее, там, закаляются. Вот я на своих программах заметила, что, ну, как вы знаете, там в бизнес-школе тоже делаем программу. Что заметила? Человек лидерского типа, он использует программу для себя. Он ее переварит. Он не является рабом программы никогда. Он не бегает потом, говорит, ой, там, с дипломом. Он говорит о том, что вот я использовала эти знания, я здесь продвигаюсь, я умею это делать теперь. Или я понаблюдал за людьми, кстати, это тоже же умение обрести связи. Это умение выстроить контакты. То есть лидер каждую возможность обучения использует больше, чем дает эта программа, понимаете? Это парадоксально звучит. То есть для такого человека это как возможность проявиться? Конечно, как и во всем. И поэтому я всегда радостно говорю, берите все, что можете. А где у лидера Ахиллесова пята? Есть ли какие-то, может быть, сложности, обратная сторона лидерства? Конечно. Но вот я считаю, все-таки это вот, ну, для меня самыми серьезными являются два момента. Это, первое, это звездная болезнь. То есть все-таки там, ну, понятно, да, то есть что все-таки вот это вот слушать слишком, вот эти сладкие песни. Система, да, ломается. О главном, да. Вот это вот все-таки история. А второе, это вот, знаете, либо уход в крайность какого рода? Либо романтизм, ну, чрезмерный такой, либо цинизм. Вот цинизм – это тоже такая западня, оттуда трудно выбраться, когда человек теряет чувствительность. Ну, это как вот у врачей, там, бывает, там, у всех. Вот здесь то же самое, когда, например, просто наплевать бывает, там, какой-то момент на людей. Но дело все в том, что этого делать нельзя. Лидер обязан чувствовать. Это может быть больно, но он обязан не терять чувствительность, обязан развивать чувствительность, потому что он все больше и все лучше должен чувствовать. Я больше скажу. Вот, знаете, бывает так, что сначала лидер начинает с малого, а потом он же тоже развивает проект, да, у него расширяется влияние. И зачастую ему приходится работать над собой. И он обращается к психологам, потому что, например, вчерашняя агрессия ему помогла выгрозить долю рынка, например, или там повлиять на людей. А сегодня из-за этого увольняются люди. Это если брать не харизматиков, а просто обычных лидеров. И что делать? Работать своей агрессией. То есть ему приходится это делать. Вот это, к сожалению, вот эта вот уверенность непогрешимости – это главное, вот такое место слабости. Как только он считает себя непогрешимым, суперзвездой и единственным великим человеком – все. Вы можете уже даже предугадать. Вот здесь падение начнется точно. А если взять во внимание другую сторону жизни лидера, ну вот там семейная жизнь, общение с родственниками, наверняка тяжело приходится общаться. Да, и это ответ – да. Еще раз. И если лидер именно большой лидер, то здесь надо понимать, что всегда семья будет на втором месте. У харизматического лидера семья на втором месте. Любые примеры посмотрите. То есть это не значит, что она плохая, эта семья там, или она… То есть мысли, что ей там плохо людям. Там людям может быть нормально, и они идут рука об руку с этим харизматическим лидером. Но так всегда. А лидер, он всегда лидер? Он даже если переступает порог собственного дома, он и там? Несмотря какой. Вот эту меру, конечно. То есть если он просто руководитель предприятия, при этом лидер, ну все может быть нормально. Но тем не менее, мы знаем там все равно образцы, когда человек становится, ну там, большим в этом плане, то, конечно, он все равно подчинен группе. А есть же немало примеров, когда, переступая порог своего дома, лидер, наоборот, становится… Это правда. Ну как подчиненным. Нет, это как правило так и есть. Это тоже честно. Почему это происходит? Я, кстати, в свое время Бердяев правильно говорил, что там пространство семьи строится вокруг женщины, потому что там мужчина приходит туда, желая вот тоже подпитаться этой силой. Вот чаще, потому что мы все-таки видим такой, да, там стереотип лидерства мужской. Хотя, кстати, потенциал женского лидерства очень большой сейчас. Такого материнского, кстати, вот это интересно. Но это, я думаю, отдельный разговор. Да, так бывает, потому что он управляет в целом другими категориями. Семью рассматривает как… Для него это как бы… Она вписана вот в общую его жизнь. Но все равно, вот он же не может забыть о групповых историях. Ну вот представьте себе, человек там руководит огромной корпорацией, ну и там лидирует. Если там что-то происходит, он что там? А скажут, ой, нет, я отдыхаю. Или там что-то происходит в стране, например. Ну, здесь это смешно. Конечно же, если человек управляет большими какими-то такими системами социально-экономическими, то, конечно, он все равно находится в зоне лидерства. А в целом для семейных отношений характерна вот такая вот структура, лидер-подчиненный? Или там все-таки равноправие и партнерство? Смотрите, равноправие не исключает лидерство по определенным моментам. И более того, лидерство вообще. Конечно же, да. Потому что семья – это группа. Причем всегда группа, даже начиная с двух человек. Это такое исключение в социальной психологии. Обычно группа там начинает с большего количества. А здесь два человека вы уже... И чаще всего это распределение просто. То есть зон. То есть здесь вы отвечаете за что-то, кто-то отвечает за определенные направления. Хотя может объявлять, например, лидером кого-то. Это тоже такая интересная игра, особенно в России. То есть мы же знаем, чем это заканчивается. Все равно там, например, мы говорим, мужчина – глава семьи, женщина – шея. То есть всегда какая-нибудь есть такая интересная история. Вот, кстати, да, здесь кто будет лидером считаться? Да, они распределяют просто эту историю. Вот и все. Это опять такая как бы игра в это. То есть есть там, например, определенный стереотип. Давайте этому следовать. Ну, это и неплохо может быть. То есть про семью я, знаете, как к этому отношусь? Семья, каждая уж сама разберется, как ей жить. То есть я думаю, здесь люди договорились о ценностях, о своих. Тут ведь вопрос только в том, чтобы люди были счастливы, а не было противоречия. Вот здесь, я считаю, единственное, договариваться надо на берегу. И вот сейчас, кстати, остро стоит вопрос демографической политики. Так вот, демографическая политика, она, как правило, бывает успешной, когда семьи счастливы. То есть в семье чувствует человек себя и безопасным, и для него более выигрышная ситуация семья. Уж кому как там удобно, что провозглашать. Вот это вот, там, своя. Как говорится, да, муж и жена, мы понимаем, да? Вот, работают на пар. Часто бывают там партнерами, там, в боях каких-то. Часто, наоборот, там, кто-то поддерживает кого-то. Это уж как они работают, это все равно. Нам должно быть как бы безразлично, что внутри. Ну, в каком-то плане, только когда там нарушение закона, понятно, там происходит это, да, а так нет. Хорошо, а если говорить о лидерстве на предприятии? Мы уже в прошлой программе сказали о том, что лидер и руководитель, это не всегда одно и то же лицо. Расскажите про это немного. Смотрите, конечно же, мы имеем дело здесь двумя такими. Ну, просто лидерство, еще надо понимать, что это феномен и процесс одновременно. То есть с двумя такими явлениями, как там лидерство и руководство. Это разные вещи, они могут совпадать в одном человеке, там, может быть, лидером у руководителя, а может и не быть. И это разные истории. У всего есть свои плюсы. Плюс, кстати, руководителя без, ну, руководитель не лидер, так скажем, есть тоже. Он четко исполняет задачу компании. Поэтому часто там бывает, собственно, такой устраивает человек, у него не очень хорошее отношение с коллективом, он плохо мотивирует, ну, плоховато. Но в целом, ну, он, по крайней мере, очень лоялен. Ну, потому что у него нет другого хозяина. Если мы говорим о лидерстве, там, конечно, человек всегда видит, вот там, удобство для людей. Он всегда понимает, как эффективно управлять, чтобы в стратегическом плане это развивалось и так далее. И здесь мы видим, что все же, конечно, он наращивает свой авторитет. И уж как он тоже там этим распорядится. Бывает, что идеология его не совпадает с идеологией компании. Но, как правило, сейчас выбор большой, такой человек может не удерживаться там. А быть руководителем, не лидером, это же шаткая позиция. Ну, при жестко выстроенной системе, да, людям неудобно. Да, мотивация не выстроена. Да, от людей мы недополучаем, конечно же, в компании. Но зачастую, сейчас, знаете, кадровый голод такой, что зачастую даже это можно, как бы, сделать, взять. Но тут, смотрите, еще какой момент. Важно, как человек умеет управлять, лидерами или вообще группами людей. Здесь, конечно, мне очень нравится концепция Херси Бленшера, который говорит о том, что, конечно, если человек умеет правильно мотивировать людей, то он может и с лидерами работать, там, внутри коллектива, может, ну, как бы, ориентироваться правильно. Ну, например, там, о чем? О том, что у нас есть разные категории людей, мы просто по-разному с ними работаем. Например, если люди, там, скажем, там, новички, совсем неграмотные, то мы просто их инструктируем. Там, если демотивированные, мы их мотивируем, например, помогаем. Если некомпетентные, но при этом мотивированные, то мы им помогаем там обучиться, да, то есть, и при этом человек проявляет свои таланты. Но, если у вас в коллективе есть мотивированные, компетентные, возможно, даже лидеры, оставьте их в покое, делегируйте им. То есть, дайте им свободу, потому что демотивировать лидера в коллективе человек нелидерского типа может, того, что он может этого не различать. Вот для меня это да. То есть, важные тоже моменты. Такое я видела, и вы, наверное, видели не раз, когда человек и так хорошо работает, ну, например, там, все замечательно, а сверху на него происходит давление, там, типа, сделай там так, выполни поручение. Более того, ну, как бы такой наслаждается эта сетка. И такие люди зачастую уходят, они очень полезны для компании. То есть, они совершают какие-то интересные, там, предпринимательские действия, они, как правило, делают сделки более высокие, как правило, содействуют при движении компании, это да. То есть, конечно, когда мы видим человека нелидерского типа, и под ним, там, люди другие, хотя есть примеры, там, например, и хорошие. Я, кстати, могу сказать, вот, ну, мы не можем, конечно, упоминать конкретных людей, но, например, на некоторых предприятиях Самарской области, в частности, там, научных каких-то, там, образованиях, есть люди нелидерского типа, управленцы хорошие, но они умеют лидеров привлекать и управлять ими. Такое тоже может быть. То есть, знаете, иногда принцип такой, если ты не лидер, признай это и отойди, не мешай. То есть, признай в другом лидерство и работай. Такое бывает, но это такая более редкая, так скажем, история. Вообще, конечно, лидерам удобно, лидер чувствует. Но он может, понимаете, тоже, просто если компания, если не соответствие есть идеологии его и компании, то, конечно, он может разрушать многие вещи, противодействовать довольно эффективно. Мы это видим, видим мы, например, больших корпораций. То есть, когда даже не совпадают ценности, например. Ну, вот даже, смотрите, вот, например, там модные дома, да, что там вот есть такой дизайнер известный, носитель собственного бренда, лидерского вполне себе, Том Форд, да. Вот, например, с кем-то он лазит, с кем-то нет. Где-то раз по ценностям совпал, где-то нет. Вот тоже. И так бывает часто. То есть, лидер – это всегда для компании как плюс, так и испытание. Это огромный ресурс, но лидера еще надо потянуть, понимаете, если вы его нанимаете. И надо чувствовать очень хорошо людей, да? Да, да. Сказали, что дать свободу, оставить его в покое. Ну, в покое делегировать, имеется в виду, конечно же. То есть, обложив его, понятно, показателями. Я, когда говорю о свободе, это значит, что у него есть KPI, конечно же. Вот, то есть, он должен прям прибыль определенную принести и так далее. Ну, как это действует в корпоративной системе. Но при этом просто не мешать ему это реализовать. Мы же сами говорим, мы не знаем, как лидер это реализует. Может быть, он там своим каким-то способом там закроет самую большую сделку с помощью своего там коллектива. А уж как он сделает, не ваше дело. А что делать, если один из этих лидеров ну, разрушает фирму? Как организацию, предприятие? Как поступить? Предупредить, попытаться направить. И если не слышит, то изгнать. Все просто. То есть, если он разрушает вашу систему, зачем вам такой человек? Нелояльность в данном случае? Договориться не получится? Я еще раз говорю, то есть, предупредить, показать, что он делает. Особенно, если молодой человек. Так бывает. Бывает, человек говорит, а я не понимаю. То есть, вы его направляете, договариваетесь, иногда обучаете, да. На обучении работает, кстати. Я здесь прям советую корпоративное обучение. Потому что оно помогает других людей послушать. Но, если ничто не помогает, то тогда до свидания. Как ни странно, да, казалось бы. Ну, это так. Ну, либо, знаете, там бывает, что так, один человек, я знаю, филиал открыл, говорит, я его туда отправил подальше. Посмотрю, как справится. Справился нормально, повысил его как бы в статусе. Справляется. Все вроде отлично. Мой авторитет не страдает. Вот надо смотреть. Если не получается использовать ресурсы, человек разрушает тогда, потому что это может быть большая сила. разрушений. Елена Закирина, спасибо вам большое за, опять же, за беседу на тему лидерства. Все равно вопросы еще остались. Может быть, мы еще когда-нибудь в будущих программах вновь вернемся к этому. С радостью. Благодарю вас еще раз за беседу. С нами была психолог Елена Яшина. Вы смотрели программу «Разговор по душам». На сегодня это все. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»